Всех приветствую на моём канале. Очень давно не делал обзоры на аниме, и вот я сделал. Обзор на аниме – кризис каждый день. Точнее, обзор на оригинал и имейк вместе, ибо они похожи и оба старые. Оригинал – это конец 80-х годов, имейк – конец 90-х годов. И приступаю. Что по жанру – это, короче, помесь киберпанка и... сентая. Сентай – это не хентай, если что, это разные жанры. Место действия обоих аниме происходит в недалёком будущем, в городе Неотокио, где почти всем заправляет корпорация Геном, которая массово производит роботов-бумеров, которые очень сильно помогают людям в быту. Да и в своё время они помогли установить город после землетрясения. Этим как раз они и зарекомендовали себя. Но есть одно «но» – андроиды иногда сходят с ума и начинают кушать всё, что им попадётся. Конечно, создали специальный отдел полиции по борьбе с бесившимися бумерами, но и они оказались не всесильны. И тут на сцену выходит команда рыцарских линьки, состоящая из четырёх девушек в боевых экзоскелетах. И да, это главные героини – такая классическая сентай-команда, которая борется с бесившимися бумерами и иногда бандитами или людьми из корпорации, что и устраивают сбои в работе бумеров. А в повседневной жизни они занимаются своими делами. Кто неожиданно работая в спецполиции, а именно девушка Нэна Романова. Кстати, один из любимых персонажей, особенно в имейке. Та же девушка Приз, или Приз, как её зовут, там, Приз Цива, состоит в фокгруппе, а кто-то держит магазин одежды и так далее. Как я и говорил, классическая сентай-команда. Есть почти или все типажи. От няшки умницы до крутой боя бабы. Как-то так. Есть в истории, конечно, главный злодей, что в оригинале, что в имейке, тут должен быть спойлер, это и и, что возомнился я богом. Как-то так. Что могу ещё сказать про злодеев? Глава корпорации из оригинала, та ещё хитрая жопая твой, но это и понятно, он основал эту корпорацию и руководит её уже очень давно. Теперь буду хвалить это аниме. И как же мне нравится это старое аниме, точнее, оба, что оригинал, что имейк. Да и ответвление в придачу. Визуальной частью, музыкой, простыми местами, не сложенным, но интересным сюжетом, персонажами, атмосферой, в конце концов. И да, что касается отличия оригинала и имейка, если оригинал это не сильно напряжен киберпанк, как сентай-боевик, то имейк вышел мрачнее с элементами техно-хоррора и каким-то евангелионом под конец. Но от этого не менее интересным. Что ещё могу добавить? Ну, в имейке лучше сделана романтическая линия между девушкой Приз и парнем из спецполиции Леоном. Блин, его зовут Леон. А в имейке будет кое-что, что мне очень сильно напоминает второй из Дентавил. Офигеть. А ведь они примерно в одно и то же время вышли. Ну, если что, там будет момент в полицейском участке, который окажется запачивать с блестившимися андроидами. И он реально второй из Дентавил напоминает, потому что они там реально уже как зомби. Как-то так. И, короче, ну что я могу сказать. Итог. Любителям киберпанков, боевиков, старых аниме я это точно советую. Остальные можете глянуть, если вас не отпугнёт старая визовка и пастоватый местами сюжет. Хотя это получше современных аниме. А на этом всё. С вас лайк и подписка. До новых встреч. Всем пока.